Тогда первый мой вопрос к вам, Наталья. А что вы делаете в свободное время такого, чтобы вам давало на душе теплоту, удовольствие? И чтобы вы в момент, когда вы этим занимались, вы совершенно забывали обо всём? Ну, в свободное время я люблю слушать какие-нибудь лекции. То есть лекции по какому-то развитию. Либо у меня есть хобби. Я делаю войлочную одежду. Это валяние. Но мне кажется, что у меня нет такого времени, когда я бы чувствовала сейчас себя, что я как будто под каким-то гнётом. То есть то, чем я сейчас занимаюсь, мне сейчас всё нравится. А вот в детстве, в подростковом возрасте, ну, скажем, когда уже как-то устоялась жизненная среда, вот это хобби, что вам в этом хобби нравилось? Когда вы что-то руками делаете или когда вы глазами что-то следите, что вообще такое валяние? Что оно требует от человека? Здесь это как будто медитативная какая-то деятельность. Когда я из такого общего, называется пасма, ну, если представить вату, это как будто бы вы вот такое волокно, тонким-тонким слоем выкладываете, вы сидите молча в наклон, и всё время что-то выкладываете. Но в голове уже есть готовая картинка, какое это будет. А вот эта мелкая моторика, вот это на кончиках пальцев, это для вас важно, правильно я понимаю? Ну, я это люблю, я в детстве любила вышивать. А как вы относитесь к прикосновениям, к тактильным? Ну, для меня это, видимо, было важно в детстве, но с возрастом я это в себе забила. То есть в какой-то момент я осознала, что чувствительность моего тела стала хуже. И, видимо, в этот момент ко мне и творчество пришло, я начала заниматься снова. И вот как раз наши курсы появились в моей жизни, вот когда мы на Сангей-центре изучали различные вообще, программы проходили. Вообще!